Вы встретили своего мужчину. Он зашел победителем. Запомните, сразу не грузите его. И даже не стоит цель моментально его накормить, как учат многие. Да, для мужчины покушать вкусно, это очень главное. Чем выше мужчина, чем выше ранговый мужчина, тем он будет больше задумываться, что он, какую пищу принимает. Но об этом мы уже говорили. Стоит как бы задача его накормить. Но, все вы слышали такое понятие, как расслабляющий массаж. Это не говорит о том, что вы его на проходе должны поймать и начинать массировать. Сделайте ему массаж мозга. В этом мозге он еще переваривает нюансы с работы, так как он добирался, отношения с подчиненными. Я надеюсь, что не он подчиненный, а у него подчиненный. То есть, как бы, он еще в процессе мышления. Проработайте с ним, сделайте массаж мозга. Опять же таки, рекомендую делать его на интуитивном уровне. Есть ряд ученых, которые доказали эффективность некоторых звуков, издаваемых людьми, которые благоприятно действуют на мужчину и женщину. Так вот, берите ручку, или запоминайте, или записывайте. На мужчину действует звук «и». «И». Кратко «и». Не надо имен существительных. У некоторых могут возникнуть ассоциации с матными словами. Я вам рекомендую употреблять прилагательные, которые заканчиваются в позитивной форме, которые заканчиваются на букву «и». Милый, любимый, большой, крепкий. Единственный. Для того, чтобы мужчина не подумал, что пошлость, или вы там ему предлагаете что-то, или еще что-то, вы можете эти слова употреблять по отношению не к нему. А вы можете говорить, не правда ли сегодня милый день, или милый вечер? Какой я испекла большой пирог? И если он уже настроился на какую-то, а я вам обещаю, что он настроится, настроится, эти слова настраивают мужчину, на какой-то такой легкий флирт, если вы замужняя барышня, замужняя дама, и это ваш мужчина, то я думаю, что у вас будет не скучный вечер. То есть идет сонностройка, у него начинает вырабатываться тетрастерон, но, внимание, он еще не успокоился. Если вы видите, что, в принципе, он уже, как бы, начинает настраиваться, рекомендую употреблять дальше слова, но уже другого характера. Такие слова, как влажная, мягкая, теплая, влажная, салфетка, теплая, еда, ну и дальше ваши фантазии. Но не надо делать это пошло. Дальше. У вашего мужчины я обещаю, что будет, я говорю про нормальных мужчин, а не про тот, который думает, ааа, налить мне 50 грамм, или 150, да, знаете, есть мужчины, делятся на 50-ников, на сотников и на атаманов. Это 50-ники, которые заблудые по 50, сотники, это по 100, а атаманы, это дают по стакану сразу. Понимаете? Ну, как бы, отступление от тела. Так вот, вы насыпаете ему покушать, главная задача накормить. Важное правило, когда он кушает, ни о чем его не спрашивайте. Ничего ему особо не рассказывайте, если он только не задаст прямой вам вопрос. Желательно, чтобы мужчина, когда ест, он не разговаривал. Вернее, если он хочет что-то тарахтеть там, что-то будет вам рассказывать, пускай рассказывает. Не переспрашивайте его. Не лезьте во время еды к нему с вопросами. Ну, вот такая вот шиза у мужчин. Это просто надо знать и как бы принимать как достаток, недостаток. Не знаю, как вы будете к этому относиться, но это действительно так. А вот тогда, когда он поел, он уже подобрел. Он уже отошел от своих мыслей о работе, о дороге, его многие вещи перестали беспокоить. и он уже готов к нормальному расположению духа, диалекта. Он уже будет вам помогать, он уже будет участвовать в вашей жизни. Тут внимание, опять же таки, если вы хотите создать вашу семью крепше, рекомендую такие магические обороты. они не магические, а такие магические обороты как бы речи, там, где вы будете его и себя, о нем и о себе говорить как об одном целом. Милый, а ты знаешь, у нас вдох и на выдохе будет ребенок. Это шокирующе, конечно. Для кого-то приятно, для кого-то нет. Ну, вот как бы только тогда можно говорить. Наверное. Не надо, когда он там что-то заколачивает, у него не получается, прийти его объявить. Ты знаешь, я беременна. это как бы намного меньше процента того, что он нормально отреагирует. Обобщайте. А у нас, а мы, а у нас все хорошо, а у нас все замечательно. ну вот если бы мы могли бы себе позволить поехать классненько отдохнуть. Стоп, не называйте ему ни цену на поездку, ничего. Вызовите ему, у него шквал эмоций. Он же хищник, он же соревнователь. обоих добиваться того, чего вы хотите. Подсудьте ему идею, только не тарахтите каждый раз или в этот вечер одну и ту же идею. Подсудьте ему так, не спеша. К примеру, в Черногории там вот уже наши знакомые были, говорят, так великолепно, так классно отдохнули. И на этом быстренько прекращайте. Почему? Потому что сразу идет подсчет, сколько денег, сколько дней слаживается работа, а пазлы не слаживаются, не сходятся. И как бы он пока будет это все кубик-рубик складывать, если вы будете дальше тарахтеть, то есть надо поехать, вот жизнь вот такая, мы не отдыхали, а Сережа свою семью возил, если вы скажете, что какой-то мужчина где-то лучше, чем ваш, ну, как бы ждите волну, цунами. Этого делать не стоит. Подсуньте ему эту идею. Подсуньте. И оставьте в этот вечер. А следующий вскользь надо напомнить. Поверьте мне, через неделю он сам будет бежать за вами, если, может, поедем, а? Потому что у него уже начинает этот кубик-рубик чуть-чуть сходиться. Пазлы его начинают соединяться. Он уже там придумал, кем закрыть эту дырку там на производстве, там он уже поговорил, он уже где-то откраивает какую-то часть денег, он уже начинает слаживать. Когда он не готов к разговору, зачем, это не ведет ни к чему, это ведет только, вернее, ведет к скандалу. Мало того, он когда скажет, представляешь, может, действительно поедем, сделайте еще один хитрый маневр. Сделайте так, чтобы он понял, что он победитель. Это его идея. О, милый, сдох, и на выдохе, ты у меня самый лучший, какой ты умный мужчина, мне так повезло с тобой, мы счастливы. И ваш мужчина у вас в кармане. Он ваш. Забудьте эти романы, романтические, особенно женских писательниц, которые вас учили какой мужчина должен быть. Он не должен и не быть. Он есть. Он есть такой, какой он есть. Сделайте, чтобы он был лучше. Будьте женщиной плюс. Что такое женщина плюс, что такое ноль, что такое минус. Да очень все просто. Женщина минус, это как в том анекдоте. может ли женщина сделать мужчину миллионером? Может. Если он был миллиардером. Вот это может сделать категория женщины минус. Это та, которая ворует у него тетрастерон. Как ворует? Мудрая женщина вырабатывает своем мужчине гормон тетрастерон и направляет его в нужное русло. Смотрите, только что я вам рассказал схему. Вы расслабили его мозг, накормили, вы поговорили, что вы общая, вы целая. Потом, а вы ему дали намек на сексуальное отношение, у него начал вырабатываться тетрастерон, и вы ему тут подсовываете. Какую задачу? Поездка в Черногорию. И этот тетрастерон идет на переваривание, как это все осуществить. Другая женщина минус, этот тетрастерон будет убивать. Она все равно его будет вырабатывать. Ну куда? Сережа уже три раза был со своей семьей. А мы что? Не можем поехать? Да ты столько зарабатываешь, что мы себе не можем позволить здоровое питание, мы экономим. Да ты вообще не берешь ответственности. Да ты такой, да ты секон. Он скажет, я, да я пошу больше всех. Да блин, ну такой тяжелый этап. Тетрастерон у него выработался, выработал. Ну куда он ушел? Куда он ушел? Вы можете задать мне вопрос, а если у него не вырабатывается тетрастерон, а если он не ставит такие цели, и чтоб не делал, тогда задайте не мне вопрос, а себе. Зачем вам такой мужчина нужен вообще? я говорю за нормальных мужчин, за нормальных. Дальше. Женщина ноля. Кто такая женщина ноля? Это женщина, которая знаете, есть на украинском не кладе, не бере. Я думаю, даже русскоязычному населению будет понятно, что это не туда и не сюда, ни рыба, ни мясо, ну то есть как бы, ну все естественно, он пришел, режет колбасу, как бы, разделся, насыпать, не насыпать, ну как бы, она живет сама по себе, он сам по себе, кстати, так тоже живут многие, он думает, меня на этой работе все устраивает, я прихожу там, как кофе сны, планктон, там, зависая в соцсетях, потом я иду пить кофе, там, какой-то часик полтора поработал, ну получил там, каких-то пару сотен баксов в месяц, как бы, ну, а зачем больше, ну, от чего напрягаться, и как бы прожигается жизнь, она себе, а он себе, и, а, у них там будет оправдание, я не могу от него уйти, мы живем под одной крышей, да, у нас есть дети, вау, такой аргумент, знаете, аргумент прикрытия, у нас же дети совместные, а вы вообще-то, честно говоря, живете вместе, вау, ну ладно, речь сейчас не об этом, так вот, эта женщина ноль, она не повышает, она не понижает этот тетрастерон, она как бы не, не вуза, и не туда, и не сюда, и женщина плюс, о, это та, которая мудрая, это мудрая женщина, которая умеет, я не побоюсь этого слова, манипулировать, в хорошем смысле этого слова, свои мужчины, это муза, это вдохновитель, это, которая мужчину не заставляет, а вдохновляет на подвиги, это та женщина, которая помогает мужчине добиваться успеха собственной жизни, это та женщина, ради которой, которая создает семью, семейный очаг, когда мужчина мечтает туда побыстрее вернуться, чтобы его там встретили победителем, это тогда, когда мужчина заходит в свое жилище, а у него дети, жена и собака на колени, жена на плечах и дети, и вот он встал и всех их держит, и он держит, и он понимает это ответственность, это кайф, это кайф, я вам говорю, те мужчины, которые со мной не согласны, знаете, вы не дотягиваете до настоящих мужчин, вас никогда не встречали, вас никогда не встречали как победителя, это кайф, я на вам, я, я просто кайфую, открываются ворота, первая бежит собака, потом бежит мой сыночек, потом дочка и супруга, и все встречают, это, это кайф, это для мужчин, это, это настоящее, понимаете, ребят, говорю, как, как есть, как у меня, и желаю, как бы, чтобы этот кайф испытали многие, это, это и выброс тетрастерона, это вдохновляющее, это непередающее чувство, хочется землю перевернуть, потому что, потому что у тебя есть семья, в которую ты хочешь вернуться, а ты счастливый человек, да, я счастливый, дальше, женщина плюс делает из своего мужчину миллиардера, если он был миллионером, она его вдохновляет на подвиги, это мужчина, там, где приходит, разговаривает со своей женой, они решают все вопросы, будьте той музыкой, учитесь правильно говорить, учитесь правильно создавать впечатление, мужчина, еще раз повторяю, он ценит состояние женское, на самом деле, если посмотреть в глубину, он ценит не женское состояние, а собственное состояние, потому что его состояние напрямую зависит от женского, если женщина, ему не рада, он не победитель, он не герой, он никто, он никто, это он планктон, которого просто никто не видит в семье, что есть, что нет, такая семья для него, что чемодан без ручки, а жена про такого говорит, говорит, ты с собой не возьми и дома не оставь, а почему, потому что кто-то кого-то в ком-то убил, правда, при условии, если кто-то кем-то был, почему одни женщины добиваются громадного успеха, да потому что они мудрые, мудрость это воплощение хитрости, ума и пережитого какого-то опыта, тогда человек мудрый, умный человек далеко не всегда мудрый и далеко не всегда хитрый, чем плохо быть хитрым, в хорошем смысле этого слова, не в ущерб кому-то, не в ущерб, я вам скажу больше, эти рычаги манипулирования вашим мужчиной не делают мужчине плохо, нет, он наоборот расцветает, он чувствует в себе уверенность, он мужик, он может обеспечить свою семью, он может одевать наряды, он может дарить дорогие подарки, кстати, чувство эйфории от дорогого подарка у настоящего мужчины гораздо дольше держится, чем он сделал подарок сам себе, мужчина, если вы смотрите мое видео, ответьте себе на такой вопрос, вспомните, если вы делали, ну, дорогой, хороший, классный подарок для себя, сколько у вас было состояния кайфа? Ну, два, три дня, ну, ну, сколько, ну, неделю, Тань, неделю, вряд ли, как бы, вау, получил, когда кто-то раз отметил это, забил, суть не в этом, ну, покайфовал, и потом мы в жизни практически об этом подарке не вспоминаем, ну, забываем, а когда мужчина сделал дорогой подарок своей женщине, он об этом может вспомнить и через 10 лет, только не в качестве упрека, а в качестве именно действительно настоящего подарка, что, а, нормальный мужик, я тогда, блин, позволил связывал такие деньги купить, классный подарок своей женщине, а, мы не вспоминаем, что я когда-то себе позволил новую машину купить, дорогой мотоцикл, классную удочку, там, комплект какой-то дорогое ружье, ну, купил-то и купил, как бы, покайфовал, сложил сейф, раз в год достал, протер, как бы, и на этом все, а, о дорогом подарке своей любимой женщине мы можем помнить всю жизнь, вот, не настоящий мужчина, поэтому женщина может сделать вас мужчина настоящего, учитесь разговаривать и учитесь смотреть, ну, и пару рекомендаций напоследок, для мужчины также будет возбуждающим не только его звуки на букву а очень важно, как женщина его называет и конечно многие там называют женщины своих мужчин там Мася, Пася, Милася, Пухнастя, на самом деле может это нравится и женщине, это как бы мягко, нежно, на самом деле мужчине не очень нравится. Будем брать классический пример, ему при условии если он любит свое имя и чаще всего вы называете его по имени, называете его именем, но как вы его будете произносить, это вопрос другой. Надо произнести или к примеру часто в семье называют папочка наш приехал, папа папочка приехал, но вопрос даже не само слово как вы называете, а с какими вибрациями вы его произнесете. Есть широко используемое такое упражнение, я когда узнал о нем понял, что оно действительно очень будет эффективное и теперь я вам его рекомендую. Что это за упражнение? Вы раздеваетесь перед зеркалом полностью, полностью голод. Нравитесь вы там в том зеркале себе, не нравитесь, это вопрос второстепенное, но так или иначе ваш мозг будет включать и вы будете думать о сексе. Будете? Будете. В любом возрасте, в любом возрасте вы будете думать о сексе. Или вспоминать то, что было, или фантазировать какой секс будет. И при этом прямо глядя в зеркало настоятельно вообще-то рекомендую любоваться с собой и не бороться со своими недостатками, их просто надо исправлять, произносить слово или имя вашего мужчины. Или так, как вы его называете. И когда он приходит, представляете отсюда, отсюда, это как можно ниже слабковой зоны идет звук. Папочка приехала. Он уже все. Он уже растаял. Поверьте мне, высокоранговый мужчина, он всегда будет слушать, что о нем говорят. Для него это важно. Это важно. Это низкоранговый не важно, знаете, потому что у него это слух атрофировано, его всю жизнь ругают, и он атрофирует свой слух, но не хочет это слушать. Высокоранговый какому человеку неприятно, чтобы его хвалили? Всем приятно. высокоранговому мужчине будет приятно, что его хвалят, поэтому его слух всегда настроен для того, чтобы слышать, слышать. и выйти Вися приехал, папочка приехал. Ну, я как мужчина традиционной ориентации, мне сложно как бы вот так вот вожделенно сказать, но не стесняйтесь этого, учитесь, говорите. тренируйте свою улыбку, рекомендую чаще улыбаться, почему? Потому что улыбка это наше оружие, оружие и громадная защита. Почему? Потому что представьте себе, я стою от души, вам улыбаюсь. Вы можете, конечно, но это будет сложнее мне сейчас сказать, обозвать меня негативные слова там какие-то произнести и все остальное. И представьте себе, я стою и ору на вас. В этот момент вам гораздо проще назвать меня нехорошим словом. Так вот, когда человек улыбается, его сложно обозвать, ему сложно сказать гадость, его сложно растоптать. Это защита. Это защита, которую я рекомендую вам носить всегда. И не только перед своим мужчиной. Везде и всю улыбающимся людям реже отказывают. Заходите в магазин и не спрашивайте, у вас нету. А не будете ли вы так любезны? Если это сильно фамильярно и сильно заносчиво, а у вас есть для меня вот такая и улыбка. Посмотрите, даже если продавец негативный стоит, то он начинает заикаться. Начинает заикаться улыбающимся человеку. А если вы зашли, ты мне дашь? У нас это не продается. Ну, примерно вот так. Улыбка и легкость отношений это то, что мужчина ценит женщине. Запомните, у нас разная шкала. Разная шкала между мужчиной и женщиной. Женщина, которая отработавши везде и всюду летала как метеорит и ждет, что мужчина ее оценит, может взрастить в себе только чувство обиды в конечном итоге. Как правило, в большинстве случаев, я вообще скажу, он не оценит. Он просто не оценит. А если оценит, то недолжным образом это будет наигранное чувство. Поэтому я настоятельно рекомендую принимать такими, как мы есть. и зная алгоритм мышления мужчины и женщины, привычки, повадки, реакцию на ту или другую ситуацию, мы можем изучать язык друг друга. Язык друг друга и понимать. Потому что немой с глухим ну вряд ли договориться. с вами был я, Вик Там. Жду ваших комментариев у себя на сайте. Пишите любые комментарии. если хотите написать, что я в корне не согласен, жду вашу но только конструктивную критику. Желательно в цензурной форме обращения, потому что скажу честно, там где будет нецензурщина, его буду беспощадно удалять, если вы хотите что-то не согласиться со мной, возразить, вы имеете конечно на это полное право, я буду вас прислушаться, слушаться, но научитесь выражаться по-человечески, а не как встать в животных. Я не могу опускаться до уровня безграмотного человека и отвечать нормально на нецензурную брань. Тем более предупреждаю, у меня был ролик, там где я рассказывал, что большинство матерных слов это имена бесов. Так что запомните, с кем вы разговариваете, любая конструктивная критика допускается, принимается и даже я буду благодарен за нее. Поэтому жду ваших комментариев у себя на сайте виктан.инфо комментируйте и я буду продолжать делать этот видеовыпуск, видеоролик, а также естественно веду личные консультации. Всего вам доброго, с вами был Виктан. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.